Международных автосалонов в этом году практически никакие народы не проводили, за исключением Китая, где проходит уже вторая по счёту крупная выставка. Автошоу в Чэнду по количеству премьер ничуть не отстало от весеннего Шанхая, хотя это и не всегда принципиально новые модели. Старейший в Китае частный автоконцерн Great Wall взращивает новую марку Tank из одноимённой рамной платформы. На ней уже есть серийный Tank 300, не считая более старых моделей Havaila H9 и пикапов Great Wall Poir, а в перспективе будет целое семейство внедорожников с индексами 700 и 800. Tank 500 — вторая серийная модель бренда. Первоначально у неё должен был быть 600-й индекс, но китайцы зачем-то понизили планку. Предварительные характеристики подтвердились. Если считать 500-й следующим поколением Havaila H9, то машина оказалась чуть крупнее, но намного лучше оснащённой, с претензией на премиум. Кузов может быть двухцветным, выдвижные пороги с электроприводом. В салоне 12-дюймовая приборная панель и экран мультимедиа аж на 14,5 дюймов, при этом сохранены и нормальные кнопки. Единственный пока двигатель шестицилиндровый, с комбинированным впрыском, двумя турбинами и 48-вольтовым стартер-генератором. Коробка — девятиступенчатый автомат. Полный привод подключаемый с центральной муфтой. Но есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. А за доплату поставят ещё и переднюю блокировку. Дорожный просвет тоже оказался выше, чем у Havaila H9. Увеличены углы въезда, съезда и максимальная глубина брода. А у ездовой электроники аж 11 режимов для разных типов покрытия. В Китае внедорожник поступит в продажу до конца года, а в России, вероятно, уже в 23-м. Ещё одна премьера Тенка — это модель 400, которая пока не готова к производству. Если показанные весной шоукары 700 и 800 встанут на конвейер раньше, то 400-й будет пятой моделью марки. Само собой, у него тоже рамная конструкция с пружинной подвеской и полный привод с понижающей передачей. Брутальный стиль, близок к концепту 700. Из-за всех характеристик объявлена только колёсная база. И она такая же, как у Тенка 500, хотя кузов должен быть короче, и только с двухрядным салоном, в котором пока что макетные стрелки приборов и широкоформатные дисплеи медиасистемы. Других подробностей просто нет. Даже объём двигателя китайцы не раскрывают. Серийная машина выйдет года через полтора-два, а по китайским меркам это следующий век. И всё может измениться. Субтитры создавал DimaTorzok